Я родился в городе Владивосток в 1968 году. Мне уже сейчас через месяц 50 лет, чтобы все было понятно как-то немножко о детстве своем, потому что без этого даже как-то интересно, что я пришел к Богу. Я даже сам порой размышлял и читая писания, я как-то сам поражался, что все как-то все сходится, все как будто так оно и должно быть или было. Как-то так. У меня город Бедин в Хабаровском крае. Дед с бабушкой жили. Они верующие были. Они как староверы. Они жили в тайге. Моя мама родилась здесь, в Тульской области. Раньше были вербовки в моде. Комсомольцев посылали на стройки. Она вербовалась на Камчатку. Из Петропавловского Камчатского она шла в океан. Плавбазы такие были. Они там делали консервы. Там она познакомилась с моим отцом. Он в Красноярске сам. Мать у меня была женщина, так сказать, не очень-то это. И нормальную жизнь она вела. И нас было, ну не было, а есть. У нас четверо детей. Один брат умер у меня. Вот. И мы ей просто мешали. Мешали жить. Вот. Как-то я не знаю, зачем это и надо было. Ну, факт то, что мы появились на свет. И она решила нас как-то бросить, что ли. Теперь-то ее не стало уже. И вот мне бабушку восемь лет, уже восьмой год мне шел, показывал книжки. У меня книжки такие, такие толстые, на пряжках. Это я помню хорошо. Вот. Я нам не рассказывал. Я почему-то запомнил только одного Иуда больше никого. Не знаю, почему так было. В сорок восемь лет я пришел к Богу. Ну, а до этого был у меня интернат в колонии средженолетних. Вот. Я пробыл двенадцать лет в колонии. Ну, не за один раз. Сначала шесть, потом маленькие сроки. Три с половиной, два с половиной. Такие вот. В 2001 году я освободился в последний раз. Освободился, как говорится, без квартиры, без жилья, без ничего. Жил бомжом. Сначала жил как-то на квартирах. Вроде все хорошо было. А потом водка. Начал спиваться. Уже стал никому не нужным. Я уже это почувствовал. Старался уходить. Потом улица. Жил в подъездах. Вот. Где тепло зимой. Летом-то она попроще. Она вроде как-то... Каждый куст, как у стрекозы. Пил я пятнадцать лет. Я вообще без передыху. Только... Только пил. Для меня водка была уже как... Как вода, что же. Или как она. Я уже ее просто... Просто хлебал ее. И зубы все потерял. И... И руки не работают. И работать уже не смог. И средств к существованию никакого. У меня правая сторона отказала полностью. И я уже... Начал с костылем сначала. Потом вообще нога отказала. И я стал уже как ползать. Уже ползал до такой степени, что уже... Но уже было не в моготу. Я потерял все это. И в одном из подъездов я ночевал. Женщина ко мне подошла. Она тоже верующая. И говорит, есть такие центра, что могут помочь тебе. Ты согласен. Приехали ребята. Ну, говорят, поедешь. Я говорю, поеду, конечно. Вот. А тем более я был немного выпивший. Думаю, сейчас приеду, отваляюсь. Неделю-две, может, встану и... Пойду. Когда приехал сюда, утром проснулся. Смотрю, вроде молится, читает Библию. Я так подумал, как все серьезно-то здесь. Потому, да. И так я подумал, думаю, ну, теперь я говорю, ребята, отсюда никуда не уйду. Это точно. Это как раз то, что она, наверное, мне и надо было. Это давно уже. Я смотрю, люди добрые. Вот что дело. Меня здесь ни разу не обманули. Нет, здесь ни вранья, ничего. Поэтому я, как говорится, поверил. Это может быть... Верил я людям часто, но, чтобы так поверить, я... Это в первый раз. Вот. И поэтому я... Я не собираюсь отсюда уходить. Это не то, что отсюда уходить. Я вообще от Бога. Потому что без него... Без него я... Да я бы сейчас... Я не знаю... Ну, жить бы, может быть, я жил бы. Но как я жил бы? Вот вопрос. Как раз сорок лет прошло, после того, как я услышал и оказался здесь. То, что это... Как Моисей водил евреев по пустыне, так и у меня вышло. А здоровье ваше сейчас? Вы можете встать? А, встать? Да. Да, смогу встать. Да. У меня сейчас все нормально. Все нормально. Да, я уже хожу без костыля. Уже не ползаю ничего. Двигаюсь, все нормально. Чтобы обосновали ты здоровье. Да, да, да. Когда закончил реабилитацию, уже... Я решил поехать на Первомайский, ну, где я жил. Пришел к своему другу, он меня уже ждал. У него трехкомнатная квартира. Я жил в одной комнате, он в другой. И сигареты он ко мне уже не заходил, потому что как-то... Хотя это его квартира. Он говорит, здесь я курить не буду. У тебя. Вот так вот. Ну, они друзья, я от них не могу отказаться. И не собираюсь я от них отказываться. Потому что я с ними все-таки это и прожил, и сейчас общаюсь с ними. И у них в голове не укладывается просто то, что... Как это тебя бесплатно кормили, поили, одевали, обували. И ничего тебе за это... И тебе восстановили документы. Кстати, у меня документов-то не было. Вот. Тебе все это бесплатно за тебя платили. И сейчас ты, будучи здесь, находясь, у тебя есть какие-то финансы. Ты ездишь каждый день в Тулу обратно. Но общаться с ними, это интересно, когда ты начинаешь им говорить. Говорить, говорить о Боге, рассказывать какую-то притчу. Они это воспринимают очень даже это... И вот Александр, у него тоже была проблема с вином. Он просто когда-нибудь пошел и говорит, вези меня туда, где ты был. Вот так вот. Я говорю, собирайся, поехали. Когда человеку уже становится очень плохо. Когда отвернулись от него друзья, знакомые. Когда никого у него не осталось. И никуда не берут тебя на работу, потому что у тебя, как говорится, репутация там или что. Приди. Потому что остается только один Бог. И ты скажи просто, скажи, Бог, вот ты... Кроме тебя никого не осталось, к кому бы я подошел. Вот и все. В завтрашнем дне я могу сказать только одно. То, что я этого давно хотел. Заключить завет с Богом. Чтоб отсюда уже... Назад дороги я уже не хочу. Я к этому стремился, стремлюсь. И хочу больше познать. Больше... Я еще многого хочу от него. Я много хочу. Но я не говорю уже о пятиэтажном доме. Я верю, что у меня будет все хорошо. Кстати, оказывается, это никогда не поздно новую жизнь начать. Никогда не поздно. Пятьдесят лет еще. Это нормально. Это нормально. Я сейчас получил полную свободу. Я свободу. Я не думаю о завтрашнем дне, как в Писании, как Иисус говорит. Не думаю о завтрашнем дне. Я не думаю. Я ребятам говорю, вот вы думайте, где бы похмелиться, где бы еще что. А я говорю, а я не думаю, я свободен. Вот тебе надо. А мне, говорю, как раз вот этого мне и не надо. Я говорю, что ты берегешь вот эту вещь? Я говорю, избавься от нее. Иначе ты другой не получишь никогда, если ты будешь эту вещь держать. Некоторые понимают, некоторые это не хотят. Некоторые без женщины не могут. Некоторые без вина, некоторые без наркотиков. Последний раз, последний раз. А последний раз, если сразу такие вещи обрывать. Вот и все. Они говорят, сила воли, сила воли. Я говорю, никакой сила воли. Просто скажи нет и все. Я бы хотел сказать тем, кто еще погибает на улице, погибает от пьянства, от наркотиков. Погибает от блуда. Потому что это большие грехи. Я сам даже не думал об этом. Оказывается, это очень большие грехи. И тем более такие вещи. Ты становишься отбросом общества. А придя к Богу, у тебя другая жизнь, другое мировоззрение. Все другое, все новое. Все новое. И я бы хотел, чтобы вы услышали меня. Потому что у меня было тоже. Я тоже был ниже Блинтуса. А теперь у меня все хорошо. Все нормально. И я доволен. И не собираюсь поворачивать назад.